Продолжаем. 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 Здравствуйте. Еще раз. Здравствуйте. Немножко почему у нас висит сейчас этот слайд. У нас сегодня проходит не просто встреча, это DevCon Russia. Я представляю группу DevCon Moscow. Долгое время не решались, решили устроить сегодня совместную встречу. Мы располагаемся в Москве точно так же, как и в DevCon Russia проводим свои встречи по безопасности, делаем доклады и так далее. О чем сегодня буду вещать. Хочу рассказать вам об альтернативном использовании веб-сервисов SharePoint со стороны информационной безопасности. Потому что, как показали последние опыты и мои исследования, даже самые простые фичи, которые есть в этих веб-сервисах, они очень на руку аудитору по информационной безопасности. И они очень сильно помогают мне в проектах. У, наверное, 9 из 10 клиентов, когда я провожу внутренний аудит, я нахожу порталы, построенные на базе SharePoint. И, соответственно, это мне помогает дальше скомпрометировать их доменные учетки. И куча-куча-куча всего им неприятно сделать. Вот, зовут меня Георгий Лагода. Немного о себе. В трех словах. Я занимаюсь контестингом, ресерчу, всякие уязвимости, патхантинг, патхэд. Ну и один из основателей Довкон Москва. Места моей работы, думаю, там дальше можно будет уже просто посмотреть в презентацию, если ее скачать. Собственно, какие версии SharePoint попали под мою руку, где я посмотрел, что это все работает и было все замечательно. Это все версии SharePoint сервера начиная с 2007 по 2013. Естественно, полагаю, что это все винтовое окружение. У нас есть сервер с Active Directory, где у нас хранятся пользователи. И на SharePoint, когда мы заходим на сам SharePoint сервер, авторизация у нас происходит через эту Active Directory в рамках определенного домен-контроллера. Хотя иногда у нас есть не один домен, а несколько, но об этом там дали. Это тоже интересно, достаточно моментов. Значит, основные компоненты, которые есть в SharePoint, их вообще достаточно много. это огромная такая коллаборативная платформа от Microsoft. Там есть и веб-приложения, которые позволяют создавать разные комьюнити-порталы, и девелоперские порталы, и просто какие-то обсуждалки, вплоть до обычных сайтов, которые можно найти в интернете, которые никогда не скажут, что построены на базе SharePoint, но да, они построены на базе SharePoint, и мне было непонятно почему. Потому что это были просто с виду обычные сайты-визитки, но у них реально была внутри своя доменная структура, стояли они на ISE, и там была куча доменных пользователей. У SharePoint есть большой функционал по поиску информации, управления рабочими процессами, своя система документооборота, и, по сути, сам SharePoint сервер – это настройка над Microsoft Office, которая расширяет, платная настройка, которая расширяет базовую функциональность SharePoint Foundation, сервисов, которые идут в поставке с Windows сервером. Когда мне в первый раз, наверное, попался проект по SharePoint, я столкнулся с такой сложностью, что вообще очень мало о нем узнал, да, и вообще, если посмотреть на разные версии SharePoint, то у них достаточно разный интерфейс, очень все по-разному устроено, и в новых версиях добавляются новые функции. Естественно, предполагать, что сначала мы еще в описании и какие-то готовые уязвимости CVE и так далее, чтобы по-быстрому, я бы говоря, проверить, что там все в аудите у нас, закрыты какие-то проприетарные уязвимости, и искать себе новых уязвимостей, да, в вемберском ПО, искать у меня в том, что пишут клиенты. Но я столкнулся с тем, что для данных продуктов, если просто гуглить, да, то там очень общее описание уязвимостей, либо закрытые детали, то есть есть ремонт код экзекьюшн, но из-за закрытости самого продукта, либо из-за просто того, что это РЦЕ, там закрыты детали и очень небольшое количество публичных эксплойтов. Собственно, да и публичных эксплойтов интересных, их не так много, то есть это либо какое-то раскрытие информации, которая не несет за собой ничего критического, либо что-то очень небольшое. Ну и такой один вот из интересных эксплойтов, которые я смог вообще найти для SharePoint. Он заключается в том, что мы можем загружать исходники SPX страниц, но там есть некоторые ограничения по версиям, то есть это работает только в 2007 версии SharePoint. Я надеялся, кстати, проверял специально в 2010-2013, это не работает, и для того, чтобы загрузить исходный код страницы, нам необходимо знать ее конкретный адрес, плюс она должна лежать в бруте, ну это не должна быть там какая-то символная страница, то есть лимит страница, и она должна именно находиться в корневой папке самого веб-приложения. Ну и понятно, что основной интерес у нас будут предоставлять только те страницы, которые написаны самими разработчиками, клиентам, если делать сайты, а не Microsoft, то есть не нативные страницы. Ну, эксплойт он выглядит достаточно просто, там внизу можно посмотреть ссылочку, но на практике скажу так, что те проекты, которые я делал, не так много было страниц, исходники которых можно было скачать вообще, и найти что-то полезное в них, то есть таких именно кастомных страниц, на моей практике народ писал очень немного. Соответственно, дальше стал вопрос, я заметил такую замечательную штуку в SharePoint, как его веб-сервисы. Один из способов того, как мы можем узнать, какие у нас есть веб-сервисы, на сайте, который построен на базе SharePoint, то мы можем просто, допустим, сделать Google Tagging, такой, и нью-рол загуглить в этапе на SPS диск, SPX, и там найти, соответственно, описание всех веб-сервисах, которые на данном сайте присутствуют, но есть определенный тонкий момент, что SharePoint позволяет хранить на себе сервер не один сайт, а несколько. Если посмотреть на схеме, у нас есть веб-приложение, есть коллекция сайтов, есть сайт верхнего уровня, к нему может быть привязан сайт, список, библиотека, где будут храниться файлы и так далее. Коллекция сайтов может быть не одна, и, соответственно, этих папок вот ibin, где будут храниться веб-сервисы, она будет для каждого сайта своя, и это количество веб-сервисов может различаться. Причем обращение к этим веб-сервисам, они, естественно, полагают для каждого сайта, будут выдавать разный результат. То есть чуть дальше я расскажу, как можно делать перечисления пользователей на сайте. Так вот, если мы, несмотря на то, что, казалось бы, у нас вообще вся авторизация в веб-приложении идет через актив-директорию, здесь в чем смысл? То, что сайт, допустим, вот, который там слева, да, и сайт, который справа, они могут быть расшарены для определенного количества пользователей, и поэтому на запрос к веб-сервисам, который я буду описывать дальше, по перечисления пользователей, будут отдаваться, ну, понятно, уже разные результаты, и, в том числе, у одного и того же пользователя на каждом сайте может быть еще и разная своя информация, как, казалось бы, практика. Ну, приватная — это, типа, имейлы или имени, или еще что-то, хотя логин-нame у него будет один и тот же для каждого из этих сайтов. Значит, из старых способов, хорошо известных, то есть это была такая фича, уже, ну, она реально достаточно известная по перечислениям пользователя, мы можем увидеть, ну, то есть мы переберем просто по рулу, переходим на... в папку Liles, обращаемся к скрипту и визору NPSPX и начинаем подбирать идишник, да, и результат такого подбора его можно увидеть на скриншоте. Единственное, это картинка, скриншот сделан в 2007 версии SharePoint, в 2010 и в 2013 версии они могут немножко различаться, но смысл там будет один и тот же. То есть просто делая гет-запросы, инкрементируя идишник, мы получаем себе разных пользователей, ну, и можем посмотреть их информацию, вот. В чём недостатки вообще всего этого способа и вообще чуть позже, зачем вообще нам это надо делать как перечисление, это вообще, наверное, достаточно очевидно. Это то, что нам необходимо инкрементировать постоянно ID, что достаточно долго. У нас не всегда будет доступ к рассмотру, потому что если для нас этот сайт не расшарен, то, соответственно, я не могу обратиться к каталогам внутри него, и я не смог бы просмотреть информацию пользователя. Дальше инкрементируя этот ID-шник, можно просмотреть не пользователя, а просто нарваться в группу. Там будет redirect на группу шарика. Нам неизвестен самый большой ID и куда нам скакать, да, то есть там первого ID-шника. Мы его будем инкрементировать, 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 а какие-то ID-шники будут начаться там с 50 с чем-то тысяч в определенной группе, и то есть нам непонятно, когда вообще остановить эту инкрементацию. Дальше, если захотеть это все автоматизировать, а не руками перебирать, понятно, что так как там авторизация через AD идет, то на скрипт придется писать функционалы в NTLM авторизации, либо Kerberos авторизации, то есть это тоже будет достаточно тривиально и долго. Дальше, когда мы будем таким способом пытаться получить информацию у пользователя, естественно предполагать, что нам в ответ будет отдаваться HTML страницы, и для того, чтобы удобно как-то систематизировать себе все эти данные, надо будет еще писать парсинг данных, что тоже посложняет разработку скрипта, и что нам делать, если у нас пользователей больше 9000, а как показывает практика, если делать внутренний аудит в банке, у них реально овернет-салют пользователей, и ждать пока у тебя скрипт тысячу раз авторизуется, тысячу раз все распарсит, проверит, а не попал ли он в группу и так далее, но это будет достаточно долгая песня. Чем здесь вообще полагают сервисы, о которых я вам рассказываю? Среди веб-сервисов нашел интересный веб-сервис, называется User Group by SMX. Соответственно, мы можем перейти на интересующий нас сайт, зайти в WTAB и обратиться к User Group by SMX, и там сразу отобразится куча-куча-куча его методов, которые сразу очень хорошо внутри него описаны и так далее. Ничего сложного в этом нет, никаких параметров там дальше изменять не надо, то есть просто берем, отправляем на сервер запрос, который вот здесь на картинке есть, и в итоге что мы получаем? Ну, это уже для удобства просто присылал. Он возвращает XML-документ, в котором у нас содержится информация о всех пользователях, на котором прошарен данный сайт. Причем интересный момент еще в том, что часто на предприятиях любят шарить сайт не какому-то определенному пользователю, одному, второму, третьему, а шарить целой группе. Или, допустим, EveryOne, когда в SharePoint его настраивают. Так вот, пользователь появится в этом списке в тот момент, когда он первый раз авторизуется на сайте. Просто иначе, если, понятно, у меня в корпорации 9000 пользователей, я для 50 сайтов захочу сразу для EveryOne взять и расшарить просто начнение все сайты, то я представляю, что станет с базы, когда она пытается себе добавить в списке пользователей каждого сайта по 9000 пользователей. В общем, вот так. То есть, когда новый сотрудник будет в нем авторизовываться, картинка, которая будет возвращаться вам в ответ, она будет несколько там увеличиваться. Ну и видно, что нам в ответ сразу возвращаются достаточно структурированные данные. У нас есть ID-шник пользователя. Вот этот ID его можно подставить в тот урок, который был пару слайдов назад, перейти по этому уроку, да, и у вас отобразится тоже в виде картинки на сайте информации о пользователе. У нас есть его логин-нейм, у нас есть его просто-нейм, и в большинстве случаев еще в организациях там есть его email, что может быть для нас очень полезным, потому что если там посмотреть где-то, вот здесь мы получаем ID-шник для системного аккаунта SharePoint, это плюс из этих ID-шников, допустим, вот этот ID-шник GLA, да, там с идентификатором один, у него были права владельца сайта, о том, как вы знаете, какие права есть у данного аккаунта, чуть позже тоже расскажу. Вот, и, соответственно, они предоставляют больше интерес для атаки, либо там на его email, либо просто бродфорсить его. И, соответственно, то, что я говорил, 8000 пользователей одним запросом, как раз вот на этом скриншоте, оно на экране плохо видно, и я просто взял, разбил всех пользователей, вывел каждого пользователя на отдельную строку, после этого запросом на аккаунт и посчитал, получил, что во время аудита я просто за один клик взял и собрал 8521 пользователя. То есть, если, опять же, брать предыдущий метод, то получаем, что это достаточно долго. Дальше, зачем мне все это нужно было? Зачем я перечислил столько пользователей и делал такой, например, дисклужер? Мы крепим среди них тестовых пользователей, или просто ищем тестовых пользователей, и я нашел благодаря такому способу, ну, я вывел на этой картинке не всех тестовых пользователей, которые я нашел, но нашел очень много тестовых пользователей, среди которых я заметил, что были пользователи, которые были привязаны к другим доменам, то есть не к основному домену, в котором я сидел внутри организации, как недовольный сотрудник, злоумышленник и так далее. И, соответственно, эти пользователи, у них тоже вполне интересные имена, типа AD, AD-test или CSCAD-жабертест, естественно, предполагают, что у них будут разные разрешения внутри сайта и вообще внутри домена, так же, как и интересные всякие домены типа R&D, ну, домен 1, домен 2, я тоже там специально поменял. В общем, понятно, что на тестовых аккаунтах чаще всего юзернейт там совпадает с пасвордом к нему или брутфорсом будет очень сильно ограничен в своем словаре, да, и так далее. И благодаря всему этому почти каждый аккаунт из тех, которые вы видели, удалось захватить, то есть не смог авторизоваться на сайте SharePoint и получить еще доменные учетки. Чем это хорошо? То, что некоторые из них действительно содержали разного доступа к сайту и захватывая чужую доменную учетку, понятно, да, там, если рассмотреть какие-то реальные ситуации, почему это хорошо для злоумышленников, потому что он таким образом затрудняет свое обнаружение. Дальше. Как вы можете найти интересный аккаунт для себя, если тесты вы его уже попробовали, ничего там интересного не нашли? Как я и говорил, в SharePoint есть разные группы, которые мы тоже можем перечислить по умолчанию. Есть ряд стандартных групп, которые создаются при создании сайта на SharePoint. Это members, это те, кто могут читать, это site owners и approvers, те, которые могут подтверждать какие-то действия других пользователей. Но часто в каких-то корпоративных порталах создаются полигруппы со своими названиями, со своими масками разрешений. Сервис-юзер-групп, который я уже описывал, он содержит ряд интересных методов для получения коллекции групп из определенной роли, с определенного сайта, от определенного юзера и вообще из всего веб-приложения. Чем это, опять, может быть интересно, допустим, если рассмотреть, Get Group Collection from User, это то, что мы предполагаем, что у данного человека могут быть какие-то админские провали, он может состоять в какой-то админской группе, но мы этого не знаем. Соответственно, используем данный метод, посылаем запросы и узнаем вообще, в каких группах он состоит, и интересы для бортфорса, чтобы не растекаться там. Мы, скажем, в треку, да, сразу оселить более таргетированную, как бы подходим к атаке. Ну, и также можно посмотреть в целом, есть ли на сайте интересная для нас группа, да, или нам стоит припятать к аудиту другого сайта, который или на нового приложения. Как это, собственно, выглядит, опять же, точно такой же простой запрос, где не надо изменять никаких параметров. И, еще раз повторюсь, на разных сайтах внутри одного приложения, список группы, он может различаться. Вот, соответственно, дальше отдается тоже. Будет отдаваться такой же XML-документ со списком групп. Если, извиняюсь, ставим другую картинку. Если интересно, могу еще показать, как будет выглядеть сам XML-документ со списком групп. Далее проверяем интересный нам аккаунт. Вот здесь тоже интересно. Мы можем посмотреть, как я говорил, в связи с групп, в которых состоит пользователь. Для примера, я привел действительно интересный аккаунт, это SharePoint System аккаунт. И, использовав метод GetGroupCollectionFromUser, получаем то, что SharePoint System аккаунт, тестовая организация, он состоял в группах ключа, администратора, бухгалтерии, заявителей, глупого, бухгалтерии. То есть, в смысле, группа достаточно не видна. Естественно, предполагает, что в этих группах куча, куча разрешений. Если он состоит в бухгалтерии, он может просмотреть бухгалтерские документы, системы документа оборота и утверждать с этим заявки и так далее. То есть, этот аккаунт предфорсить нам неинтересно. А если бы он просто был в каких-то заявителях, то понятно, что вероятнее всего пытаться получить доступ к этому аккаунту, взломать данную доменную отчетку, не имеет никакого смысла. Дальше хотелось бы переосмыслить некоторый смысл нахождения хранимых в XSS. Потому что зачастую, когда находят хранимые XSS, то пытаются вырвать какие-то чужие куки. Но, опять же, вспоминаем, что в случае SharePoint и виндового домен-контроллера зачастую авторизация происходит по Ntlm или Kerberos протоколам. Естественно, предполагает, что в таком случае у вас просто браузер сохраняет свой Ntlm токен и никаких кук нам вкрасть не надо. И даже если есть, зачем их нам вкрасть? Потому что мы можем просто стать админом. И сейчас я расскажу, почему мы можем стать админом. Потому что дальше у нас есть очень интересный сервис Permissions SMX, который позволяет нам даже не в группу сайт-оунеров добавлять или владельцев, он позволяет нам работать с разными разрешениями, которые у нас есть на сайте. В чем заключается моя идея? То есть у нас есть сайт, мы находим хранимый XSS, мы знаем, как делать XML и HTTP-запросы. Берем один из этих методов, которые у нас есть ниже. В данном случае корс нам не будет мешать, потому что у нас хранимый XSS, мы работаем только в рамках нашего домена. Соответственно, далее мы получаем разрешение админа. Получаем мы разрешение админа тем, что мы можем просто сделать Update Permissions на нашего юзера. Выглядит это примерно следующим образом. На самом деле, вот в данном запросе уже есть параметры, которые нужно изменять. Они не совсем кривиальны. Object Name нам описывает, где мы хотим играть с нашими разрешениями. В данном случае это название нашего сайта TestSite1. Если бы мы хотели также для нашего пользователя на TestSite2 изменять разрешение, приходилось бы его прописывать. Object Type, он бывает только двух типов, либо Web, либо List. То есть вот понимаем, что делаем для сайта. Перемешено к Identifier, мы указываем, на кого мы хотим наложить эти разрешения, узнать вот этот полный логин-нейм свой. Но вообще обычно, когда я захожу на сайт SharePoint, я не вожу полностью вот эту строчку, которая у меня здесь, конечно, на Define, написано. То есть мне достаточно просто ввести без домена Test3 и свой пароль, и у меня автоматически все, что до этого подцепится. Но узнать, опять же, полную эту строчку можно из предыдущего метода GetUserCollectionFromSite, получить его и вставить сюда. Дальше PermissionType нам объясняет то, что мы хотим наложить эти разрешения на юзера, и далее интересно с PermissionMask. Потому что, так как мы не админы, зачастую, если мы просто обратимся к методу GetUserPermissionCollection, но мы еще не админы, мы не будем знать маску разрешения для разных типов разрешений, которые существуют на сайте. И в 99% случаев сервер нам вернет просто ответ 401 не авторизован, и мы не будем знать, какие мы разрешения себе хотим дать. Но в данном случае у нас все замечательно, потому что в 100 случаях и в остальных всех случаях PermissionMask для владельцев сайта с полным контролем всегда будет минус 1, что, опять же, удобно для нас. То есть нам нет необходимости в этим минам, мы знаем, что у нас есть хранимая XSS, и все замечательно. Мы берем и получаем себе полный контроль над сайтом тем самым. Вот, ну, здесь может быть какой-то косяк Microsoft делать, ну, постоянный PermissionMask у нас один для этого, потому что, наверное, ну, в данном случае вектор атаки очевиден для всех. Вот. Собственно, пока это все, наверное, что я могу вам рассказать. На самом деле, можете посмотреть дальше, какие сервисы есть внутри SharePoint. На самом деле, на каких-то следующих встречах или дальше, там, в статьях. Я буду это расширять по мере выпуска адвайзера, который есть в Microsoft. И почему, опять же, интересно тестировать эти веб-сервисы? Потому что обычно, когда в рамках проекта находишь какие-то VSDL-ки и веб-сервисы, понимаешь, что их писали для себя, для разработчиков, и вряд ли кто-то заморачивался сильными вопросами их обезопасивания. И поэтому очень часто встречаются такие вещи, как либо access control, bypass, либо какие-то xxc можно найти, либо escalating, вообще чего угодно. И в данном случае мы видим, что у нас вот простая фича для разработчиков, которая была сделана, да, это получить там список пользователей с сайта, либо своего, либо еще что-то, либо поработать с PermissionMask, но которая позволяет нам в конкретном случае, да, которые я приводил, захватывает на меня, ну и четко. Ну и понятно, что в большинстве организаций, я думаю, если мне сейчас назовут какую-нибудь организацию, в которой нет тестовых пользователей в рамках домена, ну это будет очень хороший частный случай просто, да, хотя в частном случае должно быть наличие этих тестовых пользователей в рамках там, вот, удобно определенной организации. Вот, и это еще один из примеров, как вот просто, грязь фича для разработчиков позволил произвести компрометацию чужих доменных записей. Вот, всем большое спасибо. Дмитрий Евдокимов. Есть вопросы какие-нибудь докладчику? Если есть вопросы, мне кажется, что у меня есть еще немножко времени, а именно, ничего себе, да, да, слушаю. Да, спасибо, Сережа. Вот, еще раз, ну, к примеру, получили мы бьюзер, получили логин и так далее, то есть такие тесты, как бы, по факту рассчитывали на, ну, на удачу, да, потому что, бутевого пароля и так далее. Ну, смотри, в чем здесь... Ну, вообще, скажи, как, например, с датом, как будто ты, или брутил, или вот они где-то там, что делать? Тебя, тебя плохо слышно, а может ты... Что делать, как брутил бутил или что делать? Нет, а после дамы пользователей я просто делал греб, я просто ввел тест и посмотрел, но у меня сразу отобразился биток тестовых аккаунтов, вот. А дальше, и это очень простая техника бутфорса, которая работает почти на лету, юзерным, равно паспортный, ну, по паспорту, да, или там 6 единиц и так далее, да, то есть просто по списку. Я долго думал вообще заморочиться и написать ползу, да, для тела авторизации, которая будет брутить пароль к шарику, и, по-моему, даже Гидра с этим справляется, да, и просто по простому списку берешь и погрутишь. Но так как у меня это сработало все гораздо быстрее, и во всех случаях работает гораздо быстрее без этой ползы, то в этом просто не было необходимости. Можно погромче, пожалуйста? А, вот, да, тоже хороший вопрос. Для того, чтобы получить доступ к этим веб-сервисам, достаточно быть просто авторизованным внутри самого веб-приложения. И сайт, по сути, сайт, к веб-сервисам, к которым ты хочешь получить доступ, он может быть даже не расшарен для тебя. То есть у тебя просто, если ты зайдешь на любую страницу сайта, то у тебя просто ошибка access denied, и ты не сможешь ничего посмотреть. Однако ты сможешь получить доступ к веб-сервисам и очень хорошо посмотреть пользователей, посмотреть, поиграться с немножечко разрешениями. Вот здесь еще что хорошо, мы видели там системный аккаунт, который есть там в SharePoint System, да, он обычно привязывается еще к одному из доменных пользователей. И при нахождении хранимых CSS на одном из сайтов, да, по сути, мы можем подставлять и делать запрос к веб-сервисам любого другого сайта, который стоит на SharePoint. И опять же, здесь идет обход в корс, потому что, казалось бы, два разных сайта, но у нас один по снеим, один IP. И, соответственно, таким образом, да, мы можем делать этот XML-HTP-запрос. Плюс также еще очень удобно, если на некоторых веб-сайтах с шариком я видел группы, типа, девелоперов, которые могли, ну, там, свои странички какие-то HTML создавать, соответственно, создавая HTML-эксперенцию, ну, тоже можем это эксплуатировать. И, опять же, грубо говоря, получили CSS на одном сайте, мы можем дать себе права для всех других сайтов. Еще какие-нибудь вопросы есть? Ограничить доступ к сервисам? Ну, честно, не смотрел, не знаю, но в любой системе, на которой я видел, он не был ограничен. Вот, ради смеха пока готовился к докладу, вбил в гугле просто IGN URL и вот этот квит IP веб-бин юзер-группы SMX. Среди первых сайтов, которые я нашел, был как раз сайт, который я, про который я никогда бы в жизни не сказал, что это вообще SharePoint, там что-то называется, типа, fiextronics.com. И вот оказалось, что даже вот на открытом сайте, который лежит в вебе, да, я взял и получил доступ к этому веб-сервису. Другой вопрос в том, что мы не всегда можем получить список пользователей, то есть сделать, обратиться к веб-сервису, может, когда ты авторизован на самом сайте, то есть внутри домен-контроллера. Я, конечно, не стал экспериментировать и в опциях GURP потом прописывать разные авторизации для данного хоста, но я предполагаю, что если немножко, не знаю, логин-пароль в рамках того домена, то, опять же, тоже можно взять и сколкнуть весь список пользователей и дальше с этим играться. Но это не только список пользователей, опять же, это список групп, что интересно, это список ролей, список, кстати, со списком разрешений тоже не всегда, но зачастую он нам неинтересен как атакующим, потому что мы просто можем, мы уже заранее знаем массу разрешений для владельца сайтов для полного контроля. Вот ты, кстати, упоминал, что оценивал группу, порой, а оценивал ли возможность автоматизировать данный пользователь с принтером, например, тоже самое, может быть, настройки. Да, но пока не было времени, я задавался вопросом, именно, да, автоматизация брутальна. Есть ли такая возможность? Автоматизировать? Да, конечно. Тебе на выходе, когда ты получаешь список пользователей, это XML-документ, да, то есть тебе его нужно просто распарсить, да, я не знаю, там... Слова как бы все получается, что ты делал выключение. Да, да, да. Не, ну это очень просто. Там, по регуляркам делаешь кат, у тебя уже список пользователей, да, там, тебе нужен не список пользователей, тебе нужно логинеймы к ним. Ну, это просто отдельное поле, да. И дальше просто хастутся при аж авторизации и пошел брутить их. Единственная проблема, то, что желательно до этого заранее знать, какое количество попыток подобным политикам разрешено для неправильного ввода паролей. То есть, ну, там, допустим, за 5 минут. Я думаю, что в лоб, я думаю, что просто делать по 3 попытки ввода паролей и переходить к следующему аккаунту этого будет более чем достаточно. Если у тебя 8 тысяч, да, то ты просто будешь, ну, так полупараллельно по ним постоянно бежать и все. И пока ты по всему списку пробежишь, заново зайдешь на следующий круг, пробуй там новую тройку паролей дать для этого аккаунта, у тебя уже пройдет необходимое количество времени, но за это количество времени ты охватишь на остальные аккаунты, понятно, вот, что, в принципе, тоже в плане алгоритмики для этого тема удобна. Если все, то я, наверное, предлагаю уже приступать к другому докладу, или даже есть...